Всем привет! Сегодня познакомимся с очередной командой в терминале, это команда alias или псевдонимы. То есть что это такое? Ну смотрите, я думаю те кто работает в терминале, иногда набирают одни и те же команды довольно часто, одни и те же, либо там немного меняются аргументы, и они довольно часто их набирают, 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 и это иногда огорчает, постоянно набирать одно и то же, либо искать в истории, но можно все сократить. Ну давайте вот на примере cclear, очистить экран, эта команда очищает экран, но можно вместо слова clear назначить к примеру c, букву c, давайте посмотрим c, есть такое? Нет, команды c нет, соответственно мы можем на эту буковку назначить свою команду. Как это сделать? Пишем alias, дальше пишем c равно и в кавычках clear. Сделали, а теперь нажимаем c и как вы видите работает у нас clear. То есть команда alias позволяет назначать псевдонимы для каких-то команд, даже для больших команд, даже можно функции делать. Вот, смотрите, посмотреть на какие alias есть в системе, можно с помощью команды alias-p. Вот, и это текущие alias и псевдонимы, которые сейчас есть в системе. Ну к примеру, изменить права, да, там доступа, там выполнение, ну изменить права на выполнение, либо чтение, либо запись, либо еще что-то. Вы спокойно можете вот так вот сделать и не вспоминать как там писать shmod, кто-то пишет там тире x, что-то еще там, не помню. Вот, к примеру, history, просто можно букву h, вот я нажимаю h и у нас история, потом c и очистка, потом alias-p и опять смотрю. Дальше, чтобы удалить все alias, все псевдонимы, есть такая команда unalias. Давайте help посмотрим. Смотрите, чтобы удалить c, к примеру, я пишу unalias и c, и давайте посмотрим, есть ли она вот здесь. Давайте вот c, как вы видите, я удалил свой псевдоним c. Чтобы удалить все псевдонимы, надо unalias-a. Вот, ну и по alias, то тут особо как бы смотреть, разбирать эту команду нет. Нет смысла, потому что она довольно-таки простая. Вот, если мы посмотрим по alias, то пробел-p нам печатает все псевдонимы. Так вот, что еще? Ах, да, это будет работать только в текущей сессии. Ну, если вы его так вот сделаете, да, alias где-то мы назначили, назначали псевдоним для clear. Оно будет работать для текущей сессии, то есть, когда вы выключите компьютер, включите, все, всего этого не будет. Как сделать так, чтобы это все было после перезагрузки? Нужно отредактировать, давайте ls, давайте mc, нужно в вашей корневой папочке, в домашней директории, вот в этот файл, bash.rc, добавить в конец ваши alias. Вот он у меня открыт, этот файлик, и вот это то, что я добавил для себя. Смотрите, что еще интересно, можно под alias назначать даже функции. Вот, как вы видите, здесь под alias можно также назначать не просто команды, а целый набор команд. К примеру, можно, например, у вас есть, давайте вот tmp и давайте вот папочка test, давайте это удалю, мы потом, нам надо будет. К примеру, хотите alias, чтобы, ну, к примеру, вот tmp test, это ваша какая-то рабочая директория, рабочая директория. Давайте, сделаем alias, alias, потом, 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 cdwork, вот так вот, а ну-ка, давайте в первую очередь проверим, есть ли такая команда. Да, такой команды нет, поэтому можно. Будьте, кстати, аккуратны и не переназначайте существующие команды, потому что вы можете наделать delow. Так вот, cdwork, да, равно cd, ой, что это я с большой, cd, дальше tmp, дальше test, вот так вот. И теперь давайте cdwork, во, я перешел туда. Теперь смотрите, можно назначать, помимо длинных вообще команд каких-то, и т.д. и т.п., можно также даже делать функции. То есть, я думаю, вы поняли, да, псевдоним, вы пишете hg, и вместо этого, к примеру, подставляется history and grab. Соответственно, hg, пробел, и вы пишете ту команду, которую вы ищете, и, соответственно, она, ну, будет результат тот, который от, такой, который будет от выполнения вот этой команды. То есть, это сокращение. Дальше, смотрите, функция, вот, к примеру, функция extract, она извлекает архивы, вот такие вот, вот такие типы архивов. Вот, то есть, смотрите, ну, если вы с башем знакомы, то, я думаю, вам тут более-менее все понятно. Если не знакомы, то, как минимум, что вот этот означает? Доллар, единичка. Доллар, единичка, это означает первый аргумент, который идет после команды extract. Вот, а первым аргументом обычно это передается имя архива. То есть, чтобы самому постоянно не разархивировать, не вспоминать там, как же разархивируется вот этот архив, какой команды, rar, как, там, zip, 7z, и все такое, можно использовать вот такую вот функцию. А, вот, и как ее использовать? А, легко, пишите extract, extract, дальше пробел, и, к примеру, вот, сейчас разархивируем 7z, ну, 7z. Enter, и, как вы видите, у нас разархивировался. Точно так же можно разархивировать другой тип архива. То есть, очень удобно. Я думаю, вы уже поняли, насколько удобна эта команда alias. Дальше, что еще хотел сказать? Еще хотел сказать, что можно посмотреть... Так, можно я тут сохранил этот, вот она, да. Давайте я скопирую. Можно посмотреть, к примеру, 20 самых употребляемых команд. То есть, посмотреть, какие кандидаты годятся для того, чтобы посокращать, к примеру, их имена, например, этих команд, либо еще что-нибудь. Вот, то есть, вот, можно вывести в процентном соотношении, к примеру, 20 самых употребляемых. Или, или 10, там, так, где тут мой курсор, не понял, вот он. Вот, давайте выполним. Смотрите, вот 20 самых употребляемых команд. То есть, 14,8% я использую git, ну, с разными там параметрами. Да, это так. Ну, до очистки это было так. Так, дальше команда ls, дальше sudo, ms и так далее и тому подобное. Можно вывести 30-ку. Ну, 30-ка это уже такое. Тут даже первая десятка в основном говорит о нужных нам командах. Да, дальше, смотрите. Ну, не дальше, а еще хотел, вот, обратить ваше внимание. Ага, я не сохранил, да. Ну, к примеру, alias можно, смотрите, на что сделать, alias, к примеру, apt-get-install. И сделать вот так вот, sudo apt-get-install. Вот, смотрите. Вместо того, чтобы постоянно писать sudo apt-get-install, можно a-g-i apt-get-install. Теперь, еще важный момент. Чтобы обновить, ну, чтобы применить вот эти изменения, давайте я сейчас alias p выведу. Так, короче, вот оно. Вот, как вы видите, здесь вот этого alias нету. apt-get-install. Так вот, чтобы его обновить, чтобы применить, точнее, новые изменения, да, из файла bash-rc, нужно сделать следующее. Нужно выполнить вот такую вот команду, source, и указать путь к вашему bash-rc, ну, ресурсному файлу. То есть, в данном случае указывают, что это корневая директория, и где он лежит. Вот. То есть, когда мы так вот делаем, дальше мы можем посмотреть, да, елки-палки, alias, p. И теперь мы можем увидеть, что у нас изменения применились. Вот. Что у нас apt-get-install уже есть. И теперь можно agi, к примеру, к примеру, даже не знаю, что поставить. Давайте mc у нас есть. Вот, enter. Ну, все, проверилось и сказало, что данный пакет установлен. Как вы видите, это гораздо меньше буквок, чем писать вот здесь. Поэтому, 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 думаю, все. Что тут тянуть, я думаю, вы все поняли, что такое alias, что такое псевдонимы. Очень удобная и полезная команда. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok